...общество Санкт-Петербургских водопроводов. Начав со строительства водонапорной башни и централизованной системы городского водопровода, предприятие обеспечило город водой. Сегодня в систему водоканала входят 9 водопроводных станций, 15 канализационных очистных сооружений, 3 завода по сжиганию осадко-сточных вод, 2 завода по производству гипохлорита натрия. Протяженность канализационной сети свыше 8000 км, а длина водопроводных сетей более 6800 км. В случае трубопроводная система водоканала будет покрыть расстояние от Петербурга до Новых Зелан. Водопроводные станции Петербурга полностью перешли на технологию обеззараживания питьевой воды с использованием гипохлорита натрия. Применявшийся раньше жидкий хлор, по сути, можно отнести к боевым отравляющим веществам. Он активно уничтожал в воде болезнетворные бактерии, но был чрезвычайно опасен при перевозке и хранении. Заменивший его гипохлорит натрия производит из-за... Применение. Обосновка воды ультрафиолетом – еще одна важная технология, которую используют в водоканале. Такой солярий губителен для вирусов и прочих болезнетворных микроорганизмов. Санкт-Петербург стал первым мегаполисом мира, где обработку ультрафиолетом проходит вся вода, водоваемая в водопроводную сеть. Качество питьевой воды строго контролируют химико-бактериологическими лабораториями водоканала и независимым центром исследования и контроля воды. Ежедневно осуществляется более полутора тысяч анализов. Контроль ведется по 86 показателям. Клубы берутся в точках водозабора по всем этапам технологии водоподготовки на выходе с водопроводных станций и в распределительной водопроводной сети.